Интернет-канал Балаковский репортер продолжает проверять еду в школьных столовых. Давайте узнаем, как кормят в школе номер два. Давайте узнаем, чем порадуют повара в этой школе. Как вас тут кормят? Вкусно? Все ли нравится? Да, мне нравится. А честно? Нет. Ну, расскажи, что не нравится. Ну, мне вот это вот не нравится. Что не нравится? Тушенка. Или как это называется? Я не знаю, что это. Тушенка. А что ты хотел изменить? На картошку. Ничего не хотел бы изменить? В меню можешь добавить, что ты хотел? Нет. Мне это устраивает. Хорошо. А у тебя есть предложение? Нет, все вкусно. Все вкусно? Да. А какое твое любимое блюдо? Мясо. Ну, плохо. Мясо? Да. Очень нравится тут гречка и плов. Очень вкусный. Также борщ и рассоль. В столовой вообще пытаешься? Пытался, я сейчас не хочу. А почему не скажешь? Ну, не стесняйся. Не, не хочу. Ну, просто не хочу кушать в столовой. Не, вкусно. Не, вкусно. Не хочу. Я просто дома завтракаю и день в буфете покупаю, а потом домой уже прихожу и спиваю. Скажите, все ли нравится, чем вас кормят? Нет. Нет? Ну, давай, как смелая, сам ее рассказывай. Ну, рассказала. Ну, не всегда. Ну, а что не нравится? Например, не хватает соли. Соли не хватает? Да. Мне очень нравится. И все, еда вся вкусная. Я еще и хотела пить. Бывает такое, что первый вкус на второй не очень. Или наоборот. Да. Ну, что-то хотели бы добавить в школьное меню? Фрукты. Фрукты. Центное замечание. Все, спасибо, приятного аппетита. Ну, скажите, кто поставляет продукты на этот стол школьный? На стол школьный поставляет продукты Волкова Наталья Юрьевна. Ну, скажите, чем вы кормите здесь детей? Какое у вас меню? То есть, расскажите о том... Десять дневное меню составленное. Мы любому придерживаемся. Завтрак у нас составляет в сумме 50 рублей, обед стоит 60 рублей. Также у нас льготное питание. Это, то есть, которое на 16 рублей кормим мы. Идем тоже детям на уступки. Кому выпечку, кому кто хочет супчик у нас. И берет первое горячее. Ну, как бы вот придерживаясь всего этого. Коррективы какие-то вносите в меню? Конечно, да. Коррективы тоже бывают у нас. По замечанию родителей, школьников, как это происходит? Ну, как бы по просьбе учащихся. Кто-то, допустим, кто-то не может это кушать. Кто-то там кому-то нельзя поболеть. Мы как бы сделаем замену, коррекцию. Ну, как бы дети тоже, знаете, меню у нас школьное. Омлеты, кашки. Кто-то любит, кто-то не любит. Ну, как бы стараемся. Конечно, всегда все свеженькое. Ну, съедать, как правило, все. Вот вы наблюдали за этим? Вы знаете, дети, допустим, если что-то, конечно, у нас там пюре или что-то такое, конечно, едят с удовольствием. Если уже что-то кашка, кто-то ест, кто-то не ест. Ну, как бы в основном едят хорошо. В этой школе также имеется журнал родительского контроля. Вот, например, последняя запись датирована 13 марта. Родители 4-го класса проводили организацию питания детей. Так, питался весь класс. На завтрак давали запеканку. Очень вкусная, свежая. Мы опросили детей в столовую, и всем понравилась запеканка. Попробовали родители. Выразили благодарность работникам столовой. В течение двух лет у нас организовывает питание ИП Волкова. По сравнению с предыдущим кормильцем, устраивает нас объем поставляемой продукции. То есть, если раньше он привозился в больших мешках, по 50 килограмм, и непроницаемость мы не могли обеспечить разных, скажем так, насекомых, то сейчас у нас масса 5 килограмм. То есть, очень маленькие, такие компактные. Все крупы, они упакованы в очень вот такие мешочки маленькие. Поэтому при приготовлении пищи, сколько нужно, нужно два мешка. Значит, два мешка вскрывают и используются сразу. То есть, вся остальная продукция, крупы, хранятся в запечатанных пакетах. То есть, очень удобно. Есть сертификаты качества на все продукты. Я это контролирую каждое утро. То есть, проблемы, нареканий к приготовлению пищи нет. На завтрак у учащихся школы номер 2. Сегодня запеканка творожная с соусом, чай с сахаром и батон волжский. Всего завтрак выходит на 50 рублей. На обед сегодня. Суп картофельный с вермишелью и с курицей. Фрикадельки мясные тушеные в соусе. Каша пшенная, хлеб пшеничный, компот из сухофруктов. Мы не увидели прайс на меню для льготной категории учащихся. И поэтому решили уточнить этот момент. Скажите, пожалуйста, вот льготная категория учащихся у вас питается? И как это происходит? У нас 170 льготников. Все категории льготного питания родители оплачивают, доплату делают до 50 рублей. То есть они все со всем классом питаются, завтраком организованно и накрывают на определенной перемене на 50 рублей. То есть 16 рублей идет от государства, остальные деньги доплачивают родители. Соли практически нет, действительно. Легкий суп с вермишелью, с картошкой. В принципе, он такой больше даже, наверное, диетический. Да, курица есть определенно, мясо есть. Немного, конечно. Ну, соли не хватает, но, как мы выяснили в предыдущих выпусках, соли, так скажем, в школьном питании быть ей не должно. Так что, у меня к супу претензий нет. Ну, попробуем пшенную крупу с фрикаделькой мясной. Ну, пшенка не очень. Сложно сказать, от чего это зависит. Ну, соли вообще здесь нет. Если в супе это терпимо, то здесь трудновато. Фрикаделька вкусная. Мясо чувствуется. В принципе, съедобное. Но кашу вот есть я бы не стала. В ходе проверки мы выяснили, что дети предпочитают питаться по основному меню. По словам самих ребят, еда в школьной столовой напоминает им домашнюю. Что ж, это радует. Скажи, пожалуйста, а вы куда бежите? В школу. В столовую? Нет. А в столовой кушать? Да. Ну и как, вам нравится? Да. Просто мы интересуемся, как вас кормят. А что больше всего нравится? Макарыш. Куруху и пюре, картофире. А нас лотенку покажут? Обязательно. Ну, все, бегите. Как вы сами видели, ребятам очень нравится еда в школьной столовой. У нас же сомнение вызвало гарнир к фрикаделькам, которые чаще всего и возвращали ребята. Если вы вместе с нами хотите проверить качество питания вашего ребенка, пишите нам в сообщество «Балаковский репортер». До встречи!